Мир вам, братья и сёстры! Слава Богу за мирное небо сегодня над нашей страной. Я хотел вместе с вами почитать Слово Божие, прочитать, поразмышлять. Знаете, однажды как-то искал, смотрел и услышал одну песню, которая пелась. Это было посвящено праздникам с Иерусалимом что-то. И наши братья пригласили из еврейских церквей. И вот наши братья пели про Иерусалим песню такую. И потом из евреев вышла группа петь. И вот эта песня, она почему-то уже прошла, может быть, лет восемь назад, она осталась в моей голове. И когда читал на прошлом месяце книгу Псалмов, и я нашел этот стих, о чем они пели. И они запели вот эту песню. «Глаз радости и веселья в жилищах праведника». И они так ее спели, так бодро, так вдохновенно. Думаю, как нам нужно еще учиться от этого народа, прославлять Бога. И я когда читал вот это место, прочитал, это 117-й Псалом, 15-й стих, я прочитаю его весь «Глаз радости и веселья в жилищах праведников». «Десница Господня творит силу». Знаете, он остался, этот Псалом, в моей памяти. И когда читал в прошлом месяце вот эту книгу Псалмов, нашел это место и еще раз вспомнил. А теперь я хотел бы еще одно место прочитать, которое записано в Псалме 143-м, 12-й по 15-й стихи. «Да будут сыновья ваши, как разросшиеся растения в молодости, дочери ваши, как искусно, извайные столбы в чертогах ваших, как красиво описывает Псалмопевец, «Да будут житницы ваши полны обильным всяким хлебом, да плодятся овцы ваши тысячами и тьмами, напажить их ваших». И последний стих, 15-й. «Блажен народ, у которого это есть». Блажен народ, у которого Господь есть, Бог. Знаете, я подумал, где можно найти такой народ, у которого было вот так вот, как мы сейчас прочитали, чтобы был глаз радости и спасения в жилищах их. Может быть, тогда, когда читаешь книгу «Царств» про Соломона, когда не было войны во время правления Соломона, он царствовал всей землей за рекою. Написано, «Израил жил мирно под смоковницей своей, под виноградными ложами, жил мирно». А сейчас не найти такого. Только там, где царствует Бог, там можно найти глаз радости и спасения в жилищах праведника. Жилище праведника, братья и сестры, благословляет Бог. Бог охраждает дом праведника, потому что написано в Солом 126, четвертым стихом, я не буду только последний стих, «Так благословится человек, боящийся Господа!» И поэтому будет глаз радости и спасения в жилище праведника. Ну, не всегда, согласитесь со мной, в жилище праведника глаз радости, оно приходит и горе, приходят утраты, приходят слезы. В домах праведника, братья и сестры, слышно вот этот глаз. Что за этот глаз в домах у праведника? Я бы, знаете, назвал, что глаз вот этот радости, часто можно его слышать в песнопениях. Когда человек поет, знаете, злые люди не имеют песен, он поет от радости, что есть у него Господь, он прославляет Господа. Голос радости и веселья в жилищах праведника. Когда читаешь 70-й Псалом, там написано, «Радуются уста мои, когда я пою тебе, братья и сестры». Когда человек поет Господу, его уста радуются, его наполняет сердце особая радость. А дальше говорится, «И душа моя, которую ты избавил». Душа, она откликается на всякое Слово Божие, когда оно читается, и тогда наполняется душа наша словословием Богу нашему. Есть много хороших песен. Может быть, лет назад, 10, я как-то открыл и решил послушать старые песни, которые пелись в нашу молодость. Вот на земле много есть хороших людей, но слово «мама» – такая прекрасная мелодия, которая мне понравилась. Или когда Марк поет о журавлях, его прекрасный такой голос, знаете, оно радует. Но это пение, оно не прославляет Господа. То пение, которое прославляет Господа, оно приятно. Я это тоже почувствовал, когда мы поем наши песни христианские, которые Бог вложил в уста наши. И вот тогда душа, она поет, в радости прославляет Его, глаз радости и спасения в жилищах праведных, через песнопение, когда мы поем Ему. Написано, Он вложил в уста нашу песню новую, братья, новую. Кому Бог влагает в уста нашу песню новую? От тех, кого написано, кого Он извлек из тенистого болота, из страшного рва погибели, чьи ноги поставил Он на твердую почву, им вложил в уста вот эту новую песнь, глаз радости и веселья, в их сердца, в их души, в их дома. Их жизнь меняется. Один человек, может быть, бездомный, зэк, у которого на руках эти наколки, знаете, когда он пришел к Господу, из его уст полилась вот эта песня, мы ее сегодня пели, никогда не смогу я забыть этот крест, этот человек, который много зла сделал другим, когда Бог Духом Святым его коснулся, и он запел вот эту новую песнь. Этот крест состоит между небом и землею, своей смертью Христос примирил нас с Творцом, искупил драгоценную кровью. Знаете, на его лице еще отпечаток прошлой жизни, у него там нет зубов, знаете, лицо такое, ну вот это искренка радости, знаете, у него нет слуха, но он поет, поет в своем сердце Господу. Бог ему дал вот эту новую песнь, он стал новым творением, братья и сестры, и Слово Божие говорит, не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего вас Духа Святого. Такие люди становятся храмом Святого Духа, которого вы имеете от Бога, вы не свои, братья и сестры, вы куплены, это 1 Коринфянам 6 глава 19-20 стихи, вы куплены, дорогою ценою. Почему? Прославляйте Бога в телах ваших, в душах ваших, которые суть Божия. Поэтому из их храмов несется вот эта новая песнь, и в жилищах праведника веселье, братья и сестры, глаз радости, слава Богу за это. Еще одно есть место, где несутся вот эти песни радости. Знаете, Бог дал для нас церковь. Он создал, Господь Иисус, эту церковь. И мы приходим в этот дом Божий, в церковь, поклоняться и прославлять Его. В Салме 121, там написано первым стихом, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Божий». В дом Божий. Дом Божий, братья и сестры, это то место, где пребывает Бог. Когда он услышал вот это приглашение, чтобы идти в дом Божий, его сердце наполнило радость. Он пойдет туда, где вокруг находятся святые люди, которые любят Бога, которые посещают храм его. И когда мы читаем Псалом 83, где говорится, «Как вожделенно жилища Твои, Господи, сил!» Как вожделенно! То есть сильное желание прийти в дом Божий, чтобы там вместе с народом поклониться, прославить Его. Глаз радости и веселья сегодня в церкви среди искупленных Его, чтобы поклониться и прославить Его. Душа искупленного человека, она жаждет этого момента, чтобы прийти, солиться с молитвами святых, поклониться и прославить Господа. Потому что блажен человек, у которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. И поэтому Давид испытал его это. Он говорит, «Лучше мне один день в Доме Божьем, чем где-то в каких-то других во дворах». Нет. Нужно идти в Дом Божий. Иногда нам не хочется, может быть, идти на вечернее собрание. Возрадовался я, когда сказали мне, есть ли у нас вот эта радость, когда папа и мама приглашают нас идти в Дом Божий для молодых людей. Там, в Доме Божьем, есть потоки, есть потоки воды живой. Там душа моя желает к тебе, Божий. В 41-м Псалме накидут слова «Жаждешь, душа моя, к кому? К Богу, крепкому, к Богу живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божье». Братья и сестры, в церкви мы учимся любить. В церкви мы слышим Слово Божие, радоваться. В церкви Божьей мы обновляемся, мы обновляем свое состояние. Поэтому это как важно, братья и сестры, посещать Церковь Божью. Здесь вот это живое Слово. Для усталой души одно место осталось, это Божьего дома, уютный очаг. Здесь, братья и сестры, поныне хлеб преломляется. Здесь мы плачем, здесь мы каемся, здесь мы находим мир, здесь мы учимся прощать. Поэтому, как написано в Салме 35-м, насыщаются от дома тука твоего, из потока сладостей твоих ты наполняешь их, братья и сестры. Слава Богу за это. Еще один глаз радости в жилище праведника, это глаз тот, такого человека, который знает Господа, братья и сестры. у них есть Господь, они знают Сына Божия, это самое большое счастье, знать Его и любить Его. Псалом 134-м, 9-м стихом написано, а моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Братья и сестры, вот глаз радости, радоваться о Господе, что у нас есть Он. Братья и сестры, это великая радость, и поэтому душа моя будет веселиться о спасении от Него. Одного парнишку, которого судили, ему где-то, может быть, было 19 лет, это несколько месяцев продолжался вот этот вот суд, хотели его осудить, его, и когда лоер его оправдал, когда объявили, он стоял, смотрел, смотрел, его лицо как-то изменилось, и он разрыдался, он был оправдан, он не мог поверить, он не ожидал этого, потому что он невиновен, он просто разрыдался от радости, он невиновен. Мы поем такой гимн, он спас меня, и оправдал, освободил от вины, благодарим тебя, братья и сестры, если он спас нас, если он оправдал, освободил от вины, как мы должны радоваться, как мы должны благодарить, поэтому в наших жилищах, в наших домах должны слышаться вот эти благодарственные молитвы, что он спас, что он оправдал, что он снял вину, братья и сестры, нет никакой вины, мы оправданы пред Богом, мы оправданы через Господа нашего, Иисуса Христа, Псалом 32, 18 стиха, вот Ого Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что он душу их спасает от смерти, во время голода пропитает их, и 21 стих, о нем веселится сердце мое, братья и сестры, поэтому в наших домах и в наших церствах мы поем песни, мы поклоняемся, о нем радуется сердце наше, что мы в Господе Иисусе все это имеем. Братья и сестры, есть еще такое место, как нам не радоваться и не благодарить Бога, потому что Иисус ответил ученикам Своим, радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах, братья и сестры, ваше имя там уже записано, разве нет причины радоваться и торжествовать, чтобы этот голос радости был в наших жилищах? И еще одно просто, ну нельзя упомянуть о том, что мы имеем искупление в крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, по богатству Господа мы имеем искупление кровью Его, кровью Сына Его и прощение грехов, мы оправданы, братья и сестры, нет причины унывать, поэтому хотелось бы вместе с вами возблагодарить нашего Господа и перед тем, как будем молиться, просто хотел вас призвать словами псалмопевца, величайте Господа со мною, превознесем имя Его вместе, Он достоин славы и чести, Аминь, поклонимся Господу.